Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме» в студии Елена Чернявская. В 1885 году Карл Бенц изобрел автомобиль, а уже в 1897 году был наказан первый шофер вопивоха. Лондонский таксист, пропустив пару кружек, не справился с управлением и врезался в дом. С тех пор в мире идет неустанная борьба за трезвость на дорогах. Но происшествия и аварии, вызванных преступным безответственным отношением к себе и окружающим, не становятся меньше. Правоохранительные и надзорные органы особенно строги к таким нарушителям, что грозит водителям, которые снова и снова садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Вот это тема нашего сегодняшнего разговора. И на мои вопросы будет отвечать прокурор Красноглинского района города Самары Сергей Юрьевич Маркелов. Здравствуйте! Здравствуйте, Николаевна! Приветствую вас в этой студии. Ну что же, тема актуальная, на слуху. Но прежде чем мы перейдем к основным вопросам, вы знаете, я хочу вас спросить вот о чем. А вообще, какая роль прокуратуры в этой теме и в этом вопросе? Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, еще раз, Елена Николаевна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Роль прокуратуры, несомненно, есть и важна в этом вопросе. В первую очередь, органы прокуратуры по действующему законодательству являются координаторами работы всех правоохранительных органов по борьбе с преступностью и различными административными правонарушениями. В этой сфере, в первую очередь, прокуратурой координируется роль всех субъектов профилактики любого преступного, либо отклоняющегося от нормы поведения. В частности, если мы говорим о борьбе с нетрезвым вождением, это деятельность не только прокуратуры, но и других органов по распространению информации предупредительного характера, обучающего характера, в различных образовательных учреждениях, в различных трудовых и иных коллективах. Покурор в каждом районе следит, чтобы эта работа проводилась неустанно и отслеживает, какая эффективность от этой работы. Вы сейчас говорите о профилактике как раз, да? Да. Следующим этапом нацеленность всех органов, которые борются с преступностью, на выявление преступлений, на фиксацию преступлений, на борьбу с этим преступлением. Так же, как и по прочим видам преступности, с преступностью на дорогах, тоже роль прокурора есть и, по моему мнению, немаловажная. Есть изменения в законодательстве, есть определение с законодательством тех деяний, которые становятся преступными. Именно прокурор нацеливает, собирает коррекционные совещания, нацеливает все остальные органы на выявление преступлений, на взаимодействие между собой, между службами выявляющих преступлений и расследующие уголовные дела. Что касается расследования уголовных дел, здесь подключается прокурор еще и на стадии надзора за следствием и дознанием. Поскольку без прокурора дело уголовное в суд не может быть направлено, только будучи расследованы законно, с установлением вины, с наличием доказательств, прокурор направляет дела в суд. Это вот, кстати, ваша внутренняя работа, которая не видна нарушителям. А давайте заглянем немножечко вот как раз внутрь кухни, внутрь проблемы. Ну вот давайте, чтобы было просто и понятно нашим уважаемым телезрителям. Сотрудники ГИБДД остановили водителя, находящегося в алкогольном или наркотическом опьянении. Забираются права, машина на штрафстоянку, и дело уже направляется в суд. Вот здесь, где вступает в этот процесс прокурор, каковы его действия, и обязательно ли прокурор приходит в суд? Ну, во-первых, в целом, как я сказал, прокурору дается оценка действий всех органов. Если таких фактов становится намного меньше, то прокурор анализирует ситуацию вообще в целом в районе или в области, и получает оценку, насколько адекватна эта тенденция, либо это связано просто с ослаблением работы органов, с некомплектом работников, которые работают на дорогах, экипажей ДПС, которые должны выявлять нарушители на дорогах. Если есть проблема, это тоже в рамках координирующей, коррелирующей нашей функции производится, принимаются меры реагирования, понуждающие более активно проводить работу. А если мы говорим о частностях, то если выявлено, что совершено преступление, в состоянии алкогольного опьянения за рулем, прокурор проверяет законность возбуждения уголовного дела, проверяет законность проведения дознания, либо предварительного расследования по уголовному делу, насколько оно проводится быстро и эффективно, нет ли волокита и затянутости. А в дальнейшем, обобщив работу, которую провел дознаватель, либо следователь, в виде обвинительного заключения, либо обвинительного акта, только после утверждения прокурора, дело в суд направляется. И дальше уже из прокуратуры гособвинитель поддерживает обвинение в суде при судебном разбирательстве, наличие вины человека, вынесение приговора, проверяет соответственно законность этого приговора. Вы несколько раз уже в начале нашей беседы сказали преступник, преступник, то есть человек, который сел за руль в нетрезвом состоянии, уже автоматически считается преступником? Не совсем так. Либо совершено преступление, когда человек был в нетрезвом состоянии. Вот эти вот две разные грани, разъясните, пожалуйста. По ныне существующему законодательству, да и, наверное, у большинства нашей аудитории есть понимание, что вождение в пьяном виде, в состоянии опьянения законодательством запрещено. Впервые, когда человек такое деяние совершает, этого речет административная ответственность. Статьей 12.8 Кодекса об административных пронушениях предусмотрено наказание за такое противоправное поведение в виде штрафа 30 тысяч и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Есть еще и повторные случаи, да? Повторные случаи как раз могут образовать преступность, наличие преступления. Когда человек, будучи уже ранее привлеченным к административной ответственности, что немаловажно, то есть был предупрежден на первый раз судом, и это на него не повлияло в положительную сторону, снова повторяет то же самое, садится за руль в состоянии опьянения алкогольного или наркотического. Вот в этом случае наступает уголовная ответственность. Хорошо. Давайте поговорим о специфике Красноглинского района. Район с множеством дорог. Скажите, а вообще для Красноглинского района вот эта тема, о которой мы сегодня с вами говорим, она актуальна? Несомненно. Пусть это район один из девяти, который в составе городского округа Самары имеется, но специфика этого района заключается в том, что он географически расположен, достаточно разбросан. Разные районы, разные поселки района Красноглинского расположены на значительном удалении друг от друга, связаны транспортной инфраструктурой. Всего протяженность дорог на территории Красноглинского района 160 километров, 80 из них с асфальтобетонным покрытием, 80 километров с грунтовым покрытием. Через район проходит несколько дорог областного, регионального значения, магистралей. Все это порождает то, что постоянно есть необходимость пристального внимания происходящему на дорогах. Не только надзор за состоянием дорожно-транспортной сети, условия содержания дорог в разные периоды года, но и конкретно работа уполномоченных органов профилактики, в первую очередь, государственной инспекции безопасности дорожного движения, за соблюдением конкретно уже физическими лицами, водителями и пешеходами правил дорожного движения. Вы сказали, Сергей Юрьевич, что наступает уголовная ответственность, если человек, уже подвергшийся административному правонарушению, повторно садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Какая грозит уголовная ответственность? Я могу только сказать, в первую очередь, что к уголовной ответственности может быть привлечено любое лицо, которое в состоянии алкогольного опьянения, повторно садится за руль. Будь то ранее лишенное, либо вообще не имеющее прав, но в случае повторности. И в случае фиксации сотрудниками государственной инспекции безопасного дорожного движения, как я уже сказал, может быть возбуждено дело в случае наличия предыдущей административной ответственности. Могу сказать, что наказание за пьяную езду постепенно, в настоящее время, становится все жестче. Соответствующие изменения, последние актуальные, были внесены в 2021 году в законодательство. Из них следует, что человек, имеющий административную ответственность за аналогичные действия ранее, а уж тем более имеющий судимость за совершение данного преступления, может быть подвергнут уголовному наказанию. Санкции за управление транспортным средством и алкогольное опьянение, предусмотренные частью 1 статьи 264 прим. 1, предусматривают штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет. И при этом суд в обязательном порядке запрещает лицу иметь право управлять транспортным средством на срок до 3 лет. Если же водитель, как я сказал, рецидивист, уже имеет судимость за подобные деяния, наказание возрастает уже штраф от 300 до 500 тысяч рублей, реальный срок может грозить преступнику до 3 лет лишения свободы, с лишением прав уже до 6 лет. Ну, если позволите еще упомянуть такие случаи, когда совершается ДТП, ДТП в состоянии алкогольного опьянения, там уже, может быть, и не важно, лишался ли ранее прав водитель, тут важно само состояние опьянения и тяжесть последствий, которые допустил вот такой нерадивый водитель. И по статье 264 Уголовного кодекса наказание в зависимости от последствий, ну, в самом тяжелом случае это смерть двух и более лиц, может быть до 15 лет лишения свободы. Здесь в том числе вы имеете в виду, если водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершил ДТП не только с автомобилем, но, к примеру, если сбил пешехода, да? Ну, совершенно верно, да. Эти последствия как раз предусматривают и охватываются этой статьей. Могут ли завождения в нетрезвом виде конфисковать транспортные средства? Вот эта новация достаточно интересна и актуальна в сфере и профилактики новых преступлений в этой сфере, и осознание всем обществом тяжести данных деяний, на цельности государства и общества на борьбу с этими деяниями. В 2022 году федеральным законом 258 ФСЗ в уголовный кодекс внесены соответствующие изменения, а именно внесены изменения в статью, предусматривающую конфискацию имущества. Указано, что автомобиль, принадлежащий обвиняемому, используя им в совершении преступления, вот как раз статьями 264 Прим. 1, исходными, мы говорим о состоянии алкогольного опьянения, будет конфискуван доход государства в случае вынесения обвинительного приговора. И это вполне логично. Совершение подобных преступлений без транспортных средств невозможно. Соответственно, машина или мотоцикл в данном случае является орудием преступления, поэтому подлежат конфискации. Конфискация – дальнейшая судьба. Какова этих транспортных средств? Они будут обращены в доход государства, то есть реализованы, а доход государственной казной поступит. Хорошо. Сергей Юрьевич, расскажите, а вот участники дорожного движения, согласитесь, со мной, ведь это не только автомобилисты, но и те, кто управляет, например, скутером, велосипедом, самокатом или, как вы сказали, мотоциклом. Попадают ли под действие статей те люди, которые управляют данными транспортными средствами? Вот смотрите, Елена Николаевна, здесь важно, что управление скутером, как вы сказали, требует тоже наличие специальных прав. Соответственно, за вождение данного транспортного средства в отсутствие этих прав, передачу транспортного средства лицу, не имеющего такого права или лишенному прав, следует административная ответственность. Соответственно, водитель, лишенный прав за нетрезвое вождение, но севший за роль, например, скутера в состоянии алкогольного опьянения, в нетрезвом виде будет подлежать уголовной ответственности на общих основаниях. Кроме того, также в случае обвинительного приговора транспортное средство, в данном случае скутером может быть конфискован доход от государства. В то же время, если человек, пусть даже подвергнутый административному взысканию, наказанию за вождение в состоянии опьянения, пользуется самокатом или велосипедом в том же виде, данная ситуация уголовная ответственность не порождает, поскольку управление этими средствами не требует специального права. Но в любом случае, если вдруг будет совершено какое-то ДТП, такой водитель может подлежать и в том числе уголовной ответственности. Есть такая специальная статья 268 Уголовного кодекса. наравне с другими пешеходами. Статья называется «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». И в данном случае просто алкогольное пение будет как отягчающий фактор учитываться судом при вынесении приговора. — Ну то есть здесь будет штраф, да, если, допустим, велосипед, самокат и так далее. Если также произойдет наезд на пешехода или, допустим, столкновение с автомобилем. То есть это тоже здесь все серьезно, и не нужно говорить о том, «Да ладно, у меня же ведь нет прав, к примеру, водительского удостоверения, поэтому я могу перемещаться не на автомобиле, а, скажем, на велосипеде». То есть здесь тоже не нужно пускать таких ситуаций. — Ну это ситуация, когда пешеход, ну или в данном случае водитель велосипеда, также выезжает, например, на дорогу, предназначенную для автомобильного транспорта, где не должны ездить велосипеды. И по его вине происходит какой-то серьезный ДТП. — Можно ли привести статистику привлечения к уголовной ответственности, вот как раз обсуждаемой у нас с вами тематики, в районе, городе, и привести примеры вот как раз реальных ситуаций? Давайте перейдем от теории к практике. То есть понятно, да, что дела наказуемые, наказуемые вполне серьезно. Ну а вот с примерами, как обстоят дела. — Я могу привести, в принципе, статистику за последний, прошедший 2022 год по территории всего городского округа Самары. — Да, пожалуйста. — Тенденция есть и положительная. Вот за весь год зафиксировано 1070 ДТП, совершенных на территории города, в которых пострадало 1311 человек. — Нет, это говорю о всех ДТП, которые зафиксированы органами безопасности и рожного движения. В них пострадало, скончалось 44 человека. А если мы говорим о частности водителях в состоянии опьянения, то в 48 случаях, вот из этой тысячи, водители были в таком состоянии. Могу сказать, что есть некоторое оздоровление, пусть недостаточно большое, чтобы можно было с какой-то надеждой на постоянство этой тенденции смотреть, но все-таки постоянная борьба повлекла, и улучшение, может быть, дорожной инфраструктуры в некоторых случаях повлекло, что эти цифры несколько изменились. В том числе и пьяных водителей, несколько меньше. Вот сократилось их количество с 52 до 48 участвующих в ДТП. Есть тенденция, небольшая, но все-таки положительная. Если говорить об уголовно-правовой составляющей, то на территории города противоположная тенденция. Вот та координация работы органов прокуратуры, других прокуратурных органов, активизация, введение новых статей, более жестких, предусматривающих уголовную ответственность за пьяную езду повторно и в дальнейшем. Активизация работы повлекла то, что было выявлено 212 как раз преступлений, связанных с вождением автомобиля в нетрезвом виде. Это на 17% больше, чем в предшествующем 2021 году. И является как раз следствием той активизации работы, о которой я ранее говорил. Вы сказали, что происходит все-таки тенденция к уменьшению. А как вы считаете, вот все-таки за счет чего это происходит? За ужесточение вот именно законности, да, в отношении нетрезвых водителей? Или все-таки граждане все-таки становятся более сознательными водителями, дисциплинированными водителями, понимают, что действительно последствия-то могут быть очень тяжелые. Вот как вы считаете? Считаю, что здесь комплексный характер имеет вот это воздействие. Когда мы говорим о профилактике, профилактика уже не только разъяснение законодательства, изменение, разъяснение и ужесточение законодательства по отношению к каким-то преступлениям. Ну и наглядные примеры, когда есть не только приговоры уже с реальным лишением свободы, есть примеры конфискации. А вот могу сказать, что на территории Самарской области, даже несмотря на то, что во второй половине года только начал действовать закон, предусматривающий конфискацию, уже шесть автомобилей у осужденных, совершивших преступление, конфисковано. Это тоже имеет свой профилактический эффект. При этом могу сказать, что все такие случаи, особенно там, где есть пример для людей, как может свою жизнь испортить человек и жизнь своих близких, мы, честно говоря, максимально освещаем в СМИ, чтобы и другим неповадным было, чтобы на ошибках отдельных лиц училось как можно большее количество людей и профилактика достигала своего максимального эффекта. А можете ли привести за последнее время какие-то примеры резонансных дел, как Вы сказали, чтобы неповадно было, и привести примеры? Есть в практике, пусть не нашего Красногринского района, а другого района. Последние случаи, когда лицо не поняло не то, что с первого раза, даже со второго раза, лицо состояния алкогольного опьянения было лишено водительских прав, в дальнейшем опять село за руль, был наказание связанное с обязательными работами, которые человек, отбывая, не закончив их отбывать, вновь рискнул безопасностью своим. То есть уже без прав сел за руль? Уже будучи привлечен к уголовной ответственности, да, еще раз говорю, рискнул и своей безопасности, и других участников дорожного движения, других лиц. Вновь был задержан сотрудниками госавтоинспекции, состояние алкогольного опьянения. В данном случае приговор был справедливый, но достаточно суровый. Три года лишения свободы с отбыванием в колонии поселения, ну достаточно, мне кажется, по моему мнению, достаточно резонансы, случаи, которые для других сходных ситуаций, для других лиц должен иметь какой-то урок и пример отрицательный, которому следовать не стоит. Скажите, вот мы с вами не обсудили еще, между прочим, тему, когда лицо передает свой автомобиль водителю в состоянии алкогольного опьянения. Здесь какая будет мера наказания? И существует ли такая практика, если есть цифры, приведите по городу или по Красноглинскому району? Вообще тенденция к увеличению или к уменьшению вот таких случаев? Статистикой по именно такому виду правонарушений я, конечно, не подготовился, не владею. Вместе, исходя из норм законодательства, в любом случае, такие правонарушения являются административно наказуемыми. Лицу собственника, который видит и понимает, что другой человек, который разрешает ездить на автомашине, либо не имеет прав, либо лишен за любой проступок, в том числе за езду в алкогольном виде, все равно подлежит административной ответственности. Данное действие уголовную составляющую не образует. Будет максимально строго наказываться по санкциям административного законодательства. Скажите, а бывает ли такая практика в суде, когда, опять же приведу пример, сотрудники ДПС остановили водителя, он в состоянии алкогольного опьянения, ну, предположим, легкого, и его лишили прав, вот он в суд приходит и говорит, да вы понимаете, я не мог поступить иначе, дело там важное в жизни и смерти. Там, ну, к примеру, давайте, так вот распространенный случай, там, ехал в больницу, или там вез ребенка, или там жену, и вот, ну, не мог по-другому поступить иначе. Вот есть ли такие оправдательные меры для таких случаев, либо в любом случае человек, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, это нарушитель, и никаких смягчительных санкций, скажем так, для него не предусмотрено. Вот судебную практику прошу вас рассказать. Я, может, начну с теории уголовного права. В уголовном праве есть такой институт, как освобождение от уголовной ответственности в случае совершения даже преступления на условиях крайней необходимости. И вот те случаи, про которые говорили, когда, в результате, бездействие лица может, например, погибнуть человек, это наглядно, это причинно-следственная связь этой ситуации усматривается, когда, например, условно говоря, довезти в больницу умирающего человека или человека при смерти может только один человек, и он пусть даже в воле и судьбе в таком состоянии находился. Секоменователь предусматривает в таком случае освобождение от ответственности, потому что иначе пострадало бы жизнь, или какие-то еще более последствия наступили. Но все равно, это настолько редки эти случаи, и максимально этот вопрос исследуется и органами правоохранительными, и судом. Поэтому надеяться, что вот здесь будет какое-то такое спокойное отношение, и любые слова будут приняты за правду в любой ситуации, не стоит. Да, и допускать таких ситуаций не стоит. Потому что при нахождении любого, как бы, любой выхода из этой ситуации, помимо пьяного вождения, если мы об этом говорим, да, всегда можно вызвать такси, попросить знакомых или еще что-то. Все это будет принято не в пользу того лица, который пытается таким образом оправдаться. И приговор будет вынесен в рамках санкции предусматривающей статьи. Ну что же, спасибо большое. Остается нам подвести итоги нашего сегодняшнего разговора. Сергей Юрьевич, какой прокурорский надзор осуществляется как раз вот за водителями, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии? Ну, еще раз скажу. У нас есть специально контролирующие органы, в первую очередь государственная инспекция безопасности дорожного движения, которая делает свою работу. А органы прокуратуры осуществляют надзор за всеми остальными государственными органами в части введения ими своей работы, эффективной работы, достижения положительного эффекта. И за это мы несем свою ответственность. И от этой работы, от этой функции мы не уклоняемся. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Ну а сегодня на мои вопросы отвечал прокурор Косноглинского района города Самара Сергей Юрьевич Маркелов. Спасибо еще раз и всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова